По прошайке в Грузии дело обычное, их жизнь четко организована. Два дня наш корреспондент работала нищенкой. На дне глазами Светланы Вовченко. Начиналось все с образа. О месте работы долго не думали. Отправились на главный проспект грузинской столицы, Руставели, к церкви Кашвети. По прошайке народ непростой, в борьбе за выживание идут на многое. Рабочие места отстаивают жестко. Зарабатывают немного, но на жизнь хватает. К примеру, за 8 часов у церкви можно добыть около 10 долларов. В праздничные дни – больше. В месяц, если работать без выходных, получится 300-400 долларов. Такой средний заработок няни или продавца. Желающих помочь – немало. Особую роль играют дети. Они в своем деле – профессионалы. В Тбилиси есть дома, в которых живут маленькие попрошайки. Детей буквально отлавливают на улицах и помещают сюда силой. Для большинства из них тёплый приют совсем не лучше холодной улицы. Сосо – 12 лет. Четыре года прожил в подворотне. Уже несколько месяцев в детском центре. Мне 12 лет. Я с 8 лет жил на улице, попрошайничал на вокзале. Ночевал в будке или в кустах. Попрошайки работают годами. Есть своя иерархия, понятия и законы. Равно как и взаимоподдержка. Что вы меня убили? Каждый имеет своё место, формулировку выпрашивания и личную историю. Один болеет, другой без работы, третий потерял документы. Как и любая обособленная группа, попрошайки закрыты. Чужие тут не нужны. Спустя 20 минут работы соперницу просят подойти. Вот не надо так делать. Ну видите, я тоже здесь подумала, что работы нет. То бледует, то ест. Не так, как я хочу, что работать, такой нет. По-другому работают цыгане. Они попрошайничают всегда с детьми, даже с младенцами. Подростки работают самостоятельно. Нищих цыган в Тбилиси множество. Считать никто не пытается. В одном из интервью президент Грузии Михаил Саакашвили сказал, что власти даже хотели договориться с цыганскими баронами. Не вышло. Правительство статистику по нищим то ли не ведёт, то ли предпочитает о ней не распространяться. Все попытки получить какие-либо цифры оказались безуспешными. За шесть часов работы наша съёмочная группа заработала 5 лари, то есть 3 доллара. День был непраздничным. Деньги пожертвовали в церковь.